По выниках работы за первой погоди, Брестская в область в полном объеме выконала только три из восьми ключевых покажек о эффективности, которые установлены решением Аблбаканкама 28-го Снежня 2015 года. Улику поспехов первовыконанный покажек по инвестициях у основных капитал за кошт замежных крынец. Темп роста 144,5% при задании 98. А так само створение працовных мест за кошт открытия новых предприемств. У той же час по инших направлениях допущено снижение темпа у росту. Несмотря на то, что практически все показатели выше среднереспубликанских, темпы нашего развития ниже прошлогодних. Это нас не радует. По пяти показателями идет отставание от прогнозных заданий, которые в июле, до июля месяца только увеличились. Так впервые с начала года в июле получена отрицательная динамика по валовому региональному продукту. Темп роста по сравнению с первым полугодием снижен на 0,2% пункта с 98,3% до 98,1%. Разом с тем, по широкому направлению означается становчивая динамика. С начала года количество стратных предприемств поменьшилось на 21. Выконываются задания по створению новых микро и малых организаций. Первое место в республике в области утромливает по экспорте сельскохозяйственной продукции. Последствия просвятили анализу склавшихся тенденций и в процессы мер для выполнения основных показчиков по выникам года. В первую очередь это увеличение объема вытворчасти и экспорта промысловой продукции. Для этого в области есть все умовы, отзначил старшиня Совета Республики Михаил Мясникович. Каких-то серьезных, объективных причин, которые могли бы объяснять вот эти показатели, которые имеет область уже по итогам 6 и даже 8 месяцев, говорит о том, что кадры очень серьезно недорабатывают. И те показатели, которые доведены до области, они реальны в своем выполнении. Поэтому нужна соответствующая работа с кадрами. Михаил Мясникович так само означил необходность активизации у ворошений пытанию занятостей насильства. В большинстве районов Брестской области есть трудоизбыточные ресурсы. Необходима работа по созданию новых рабочих мест и то, что касается самозанятости. Сегодня надо дать возможность человеку работать на основании упрощенной схемы налогообложения, на основании заявительного принципа в соответствующих налоговых структурах, для того, чтобы он мог через самозанятость фактически обеспечивать содержание своей семьи. Разглядели на посяжение работу по забеспечению готовности установ адвокации до научного года. Первого вирусня за парты 509 школ, гимназии и лицея усадут 162 тысячи в учнях. Больше за 17,5 тысяч сделают это в первую очередь. Практично все установы адвокации отримали пашпорты готовности. В сельской местности забеспечиваются социальные гаранты по подвозу учнях до местных учебных. В сельской местности подвоз будут осуществлять 288 школьных автобусов, которые обслужат 15 тысяч детей. В текущем году замена автобусов планируется со сроком эксплуатации более 10 лет. Таких автобусов планируется приобрести 15 за счет средств областного бюджета. Поставка планируется в сентябре и октябре. На эти цели выделено 100 тысяч рублей. Кроме того, планируется получение по договору безвозмездной помощи 60 автобусов от Банка развития Республики Беларусь. В Бресте 1 вересня отчинить зверой новый учебно-педагогичный комплекс «Школа-сад» в микрорайоне Паудневый. Детально организацию эдукационного процесса педагоги региона разглядеть на традиционной Жневинской нараде. Алиса Григорьчук, Тегра Накопян, телерадиокомпания «Брест». Алиса Григорьчук, Тегра Накопян, телерадиокомпания «Брест».